итак друзья всем привет на канале мото с того бога сегодняшнее видео будет посвящено продолжению ремонта мотоцикла на заказ в данном видео мы с вами будем измерять те детали которые присылают нам братья китайцы в частности это пальцы поршневые пальцы на мотоцикл юпитер пальцы я взял трехразмерных групп это 13995 139975 и 14 0 по стандарту по советскому стандарту что делают китайцы на сегодняшний момент мы с вами узнаем в сегодняшнем видео для этого у меня есть концевые меры длины есть пассометр и будем проводить измерения надеюсь видео будет полезным так ну что друзья продолжаем распаковку вы видели да у нас получилось что мы заказали два заказа один я себе один для сборки двигателя который поступил в ремонт человек упаковал все здорово красиво хорошо как всегда так что я хотел сделать а мы хотели сделать вот что в заказе приехали по двигателю я разные размеры пальцев да то есть у меня 13995 139975 и 14 0 вот такой вот размерный ряд потому что коленвал который будет использоваться он под шатун uss как я уже говорил в начале этого видео и размерность его неизвестно они все разнятся от шатуна к шатуну и будем подбирать если на советских валах там все предельно понятно под сепаратор там 14 0 палец и вперед вот потому что меньшего размера они все заведомо были будут прослаблены то под юсс я не знаю сейчас будем смотреть что есть у нас есть как сепараторы так и пальцы ну займемся измерениями пальцев так есть вот такой вот прибор инструмент пасса метр вот с помощью него будем мерить также для того чтобы нам знать истинный размер того чего мы будем мерить есть вот такие км дышки у меня набор это концевые меры длины вот здесь в принципе с помощью вот этих вот мир можно набрать практически все размеры ну юпитера они перекрыл перекрывает с головой то есть тут проблем никаких вот пластинка например да это 0 5 было и сейчас мы установим 14 0 с помощью пасса метра и вот здесь вот точность 2 микрона видите он мне показывает мерит он от 0 до 25 ну что поехали так 5 6 7 8 10 я буду ставить 14 0 и от этого размера мы с вами будем уже делать измерения так вот 15 так 14 половины ставим 14 0 мы его сейчас посмотрим что он нам покажет потому что я уже не помню калибровал я его не калибровал по-моему нет сейчас увидим так и набираем значит вот у нас десятка есть и 4 пластины нужно вы знаете да как бы притирать друг другу чтобы они потом вот держались раз мои микроны уже меряем так вот 14 но у нас стрелка показывает плюс 29 микрон сейчас я еще почищу забыл это сделать заранее но да ладно вот почистил так вот у нас видите то есть у меня кмд-шки плитки 10 и 4 и вот микрометра у нас строго на нуле вот и здесь видите 0 стоит все теперь мы можем проводить измерения убираем пластины убираем пластины мы его откалилибровали по эталону так скажем рассоединяем десяточку сюда нам бы все это смазать уже не мешало бы это в сторону все у нас прибор выставлен 14 0 теперь смотрим что нам привезли китайцы это вот пальчики которые пойдут на сборку двигателя не знаю не знаю я в интернете не нашел такое видео чтобы так это досконально пытался промерить вот эти пальцы современные все движется к тому чтобы уже делать сборку двигатель но все хочется собрать хорошо так смотрите вот метки зеленый-зеленый черный белый белый-белый зеленый-зеленый и черный-черный если не ошибаюсь черные это у нас какой-то из ремонтов как и зеленый потому что нет зеленый это как раз 14 0 да вот давайте начнем с них так вот зеленый распаковываю при вас все запаковано это именно пальцы которые заказал заказчик так скажем так масло сейчас минуту так масло мы уберем потому что это микронные измерения так но пальчик без каких-то особых повреждений я тут не вижу и начинаем попробуем примерно вот так да друзья смотрите видите 14 0 из показывает у нас вот я на края сдвигаю сейчас мы попробуем с другого края об видите но тут вот сейчас я через объектив смотри камеру ну в общем и целом пальцы вот этот конкретно пальчик он ровно 14 0 это зеленый дальше мы сразу померяем еще один зеленый здесь даже но она стерлась здесь даже метка такая была на пальчики на самом ну да ладно смотрим сейчас я встану сразу это к слову к тому что китайские пальцы очень и довольно точные как бы проблем с ними нету я покупал современные российские но друзья там там прямо оттаз какой-то вот это все точненько смотрите это 14 0 у нас получается здесь все совпало зеленые пальчики отлично так следующие у нас идут не знаю давайте белые померяем также мы его вот есть метка краска видите белый мы его убираем с него маслице так и делаем замер так вот смотрите у нас получается 2 деления до 2 деления 1 деление 2 микрона вот у нас в минус 4 микрона получается с этого края здесь тоже самое и вот поворачивая видите не меняется то есть но вот в каком-то тут положение вот чуть больше но в целом как бы палец ровный можно даже вот так его в серединке промерить все равно вот видите 2 деления то есть минус 4 микрона вот этот это 14 минус 4 микрона это сколько у нас получается один микрон это одна тысячная до то есть получается сейчас то есть получается сейчас 14 целых девять девять шесть до 4 микрона 14 девять девять шесть правильно 4 микрона 4 микрона это у нас написано что это белый а по таблице по юпитеру там получалось что 14995 я вроде бы находил вот у меня тут шпаргалка для разговора с вами видите то что в заказе было ну я вам скажу так один микрон это он может плавать даже вот просто температуры моих рук и так далее но пальцы все одной температуры я вот их вскрыл они лежали в коробке примерно 20 градусов сейчас у меня в квартире температура то есть мы меряем при нормальных условиях так смотрим следующий белый пальчик так ну вот те же 4 микрона в минус я палец именно так держу чтобы вам было видно что ну да те же 4 микрона так вот в серединке в серединке он чуть кстати да нет все то же самое так это белый и остался у нас черный это как бы промежуточный это по каталогу 139975 должно быть по советскому по крайней мере смотрим смотрим так так а здесь у нас раз два три деления да то есть это ведь три деления это минус 6 микрон то есть это еще меньше пальчик по факту так да да три деления тут так 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 89975 и и 13995 но 15995 но по факту так поэтому будет немножко такое как бы не очень короткое видео но друзья я не люблю когда мне в комментариях пишут что там что-то я подтасовываю еще мне вообще это не надо я давно все эти размеры уже знаю но так вот этот пальчик кстати по-другому произведен его только сейчас обратил внимание здесь вот торцевая часть видите она не блестяще так скажем вот это за хромированная а вот это видно вот вот так видно но но на глаз это хорошо видно но вот эти измерения мне в любом случае бы нужно было проводить конечно я бы это сделал быстрее ну вот так вот да видите два получилось разных пальчиков вот а здесь аж 10 микрон у нас получается то есть это по факту 14 990 палец 1499 а здесь нет 4 то есть 8 микрон в минус она в середине до 8 микрон вот как интересно да а метка здесь также вот она черная она стерлась пока я так а тут получается 8 микрон то есть 14 минус 8 это 14 9 9 2 этот палец нужно пометить 14 9 9 2 вот так вот то есть белые у нас парные черные парные ой не черные какие там зеленые норма 14 3 0 норма они тоже парные пара это тоже пара ну а черные получились вот такого размера здесь я сделаю пометку и вложу иногда знаете это бывает тоже к лучшему бывает зажимает верхнюю головку штана и нужно вот прямо самую самую малость прослабленный пальчик это иногда тоже на руку вот ну теперь мы видим да какие размеры и вы теперь знаете я это не оставил за кадром далее что еще сейчас я достану коленвал который будет непосредственно этот мотоцикл устанавливаться и мы знаем теперь действительные размеры вгш и попробуем к шатуну с кем сепаратором который будет устанавливаться подобрать из этих пальцев из этого комплекта комплект пальчиков да еще сейчас принесу пальцы которые родные были с мотоциклом интересный момент сейчас минут так вот я принес поршни которые будут использоваться во время ремонта смотрите предыдущий ремонт проводился неким мастером который намеренно сделал такую посадку пальца ведь ну типа оля как на иномарках вы знаете я все понимаю но я предпочитаю на советской технике делать чтобы вот видите он но он практически падает то есть без усилия смотрите туда еще чуть-чуть он будет выпадать может это хорошо может это все работает но я предпочитаю делать на советской технике чтобы палец заходил довольно большого усилия либо чтобы поршень надо было на холодную когда одинаковой температуры пальцы и поршня чтобы поршень надо было нагревать хотя бы градусов до 60 и тогда палец вот после нагрева должен вот так садиться но не на холодную понимаете потому что коэффициент теплового расширения у поршня он больше нежели чем у пальца и во время больших температурных режимов высоких возможен звон посторонний и так далее вполне вероятно я уже осмотрел эти поршни я может быть немножко не рассказывал это в других видео пропустил этот момент но здесь в человек вот эти вот бабушки он они развернуты это видно также пальчики используются с меткой белые белые это мы как с вами сейчас померили это 14996 то есть это меньше чем должно использоваться на юнкеровском мотоцикле потому что на юнкере по стандарту 14 0 пальчики вот видите если вот так я сделаю он вылазить еще раз говорю вы можете собирать как вам нравится но я предпочитаю чтобы на горячий это был хотя в некоторой литературе но правда по спортивной тематике советских мотоциклов я конечно там требуется посадка именно вот такая как здесь даже еще слабее для того чтобы палец тоже вращался в верхней головке штана и в бабушках одновременно так происходит более равномерный износ и лучше попадает смазка в зону трения пар и так далее но мы с вами не про спортивный мотоцикл сейчас да так ну давайте вы мне уже на слово поверите да по метр у нас откалиброван по км дешком и вот здесь в середине у нас повреждения я вот так вот с краю буду мерить но здесь вот два деления то есть 4 микрона палец такой же размерной группы как и у меня белый то есть это 14 996 то есть здесь то же самое даже 1 2 вот этот 3 то есть получается вот этот пальчик это 13 996 у нас получается что есть вариант улучшить посадку то и применив обычные стандартные пальцы но нужно будет проверить как они будут сидеть в верхней головке штана с новым сепаратором так другой пальчик из правого поршня меряем так ну те же 4 микрона те же 4 микрона у нас получается то есть 14 996 размер примерно там пол микрона по всей длине так теперь мы возьмем зеленый палец да это он и и померяем сейчас в этом поршню ну да тоже вот тоже вот с таким хорошим видите да с хорошим натягом заходит вот именно так мое мнение должны сидеть пальчики так ну что вытаскиваем есть ну раз уж мы его взяли сейчас я в левый назад все верну чтобы мне не перепутать и коленвал так вот один из валов который будет использоваться здесь шатун уже перепрессован вот шатун юсс я не буду его из ветоши разворачивать он грязный так вот пальчики зеленый наш и втулка сажаем ну вы знаете получается 14 0 у нас вот пальчик люфт минимально необходимый все вращается без заеданий без рывков как должно быть ну в любом случае меньше точно не надо а больше мы просто не сможем это максимально большой пальчик ведь все хорошо вращается люфт ну вот на пальце я чувствую некий маленький люфтик но на камеру его нет так что все здорово поэтому будем использовать пальцы 14 0 для ремонта этого мотоцикла то вот предварительной части сборки мотора на заказ юпитера 6 на этом видео можно считать оконченным на сегодня всего доброго подписывайтесь на канал и до новых встреч